В гончарную мастерскую материал привозят в виде вот таких кусков, каждый весом около 20 килограммов. Для начала материал несколько раз пропускают через глиномешалку. Находящийся внутри машины вал выдавливает из глины весь дух, точнее воздух. Иначе при обжиге пузырьки кислорода разорвут керамический сосуд. После процедуры изгнания воздуха глина приобретает незамысловатую форму колбасы. Теперь получившаяся заготовка отправляется на так называемое формование. Опять же с помощью проволоки мастер отрезает от нее необходимое количество глины и запускает гончарный круг. С помощью педалей газа и тормоза формовщик регулирует скорость вращения. Кусок глины на глазах приобретает новое очертание. Во время вращения гончар нажимает на стенки будущего сосуда. Направлением и силой давления он задает форму изделия. Благодаря лечебным свойствам глины руки гончаров нежные, как у детей. Дамам стоит задуматься, не перейти ли на глиняные кремы. А вот сила для работы на формовочном станке требуется совсем не детская. К примеру, для того, чтобы сделать кувшин высотой около полуметра, нужно, как говорят профессионалы, отцентровать кусок глины весом около 20 килограммов. В целях экономии трудовых ресурсов такие большие изделия создают из нескольких составляющих. Например, в нашем кувшине две части. С помощью проволоки гончар проверяет равенство их диаметров. После чего присоединяет верхнюю малую часть к более крупной и устойчивой нижней половине. Теперь остается загладить стык и выровнять поверхность кувшина. Это делают с помощью металлического инструмента, который мастера называют оригинально – железякой. Но места соединения всегда будут заметны на внутренней поверхности. Чтобы узнать, из скольких частей состоит сосуд, достаточно заглянуть в его внутренний мир. Далее собранный кувшин отправляется на обсушку. При комнатной температуре он простоит от трех до пяти дней. По мере высыхания глина меняет цвет от темно-коричневого до желтовато-бежевого. Крепость камня глина приобретает только после обжига. У каждого вида породы свои температурные предпочтения. Изделия из красной глины, как в нашем случае, доводят до температуры в 960 градусов Цельсия. Процесс занимает около 12 часов. После этого горшки и кувшины остывают несколько дней прямо в печи. Если ее сразу открыть, керамика полопается. После обжига глиняные изделия приобретают характерный рыжий-красноватый цвет. Так называемый оттенок ржавчины получается благодаря содержащемуся в породе оксиду железа. Готовые глиняные изделия можно украшать с помощью резьбы, либо древней технологии глазурования. Глазурь – это в основе своей растолченное стекло. В зависимости от состава она бывает матовой или блестящей. На внешнюю сторону изделия глазурь наносят кисточкой. Внутренняя поверхность полностью заливается составом. Лишнее удаляют. После этого керамика снова обжигается. В результате чего она становится влагостойкой.